добрый день дорогие мои профессионалы и просто любители красоты как выполнить объем на тонкий на совсем редкие на такие тончайшие я бы сказала волосы а также на густые волосы выполнить объем и самое главное в этом видео уроке вас ждет инструмент гофре на короткую и среднюю длину если мы его используем можно ли после гофре протягивать и использовать вообще в целом утюжок самый обычный классический для выпрямления волос после выполнения гофре это важный вопрос потому что многие теряются и зачастую упускает самый важный момент как создать объемные стойкие укладки об этом обо всем в этом уроке поговорим а с вами как всегда художник гример денякина светлана поэтому вас ждет самый подробный интересный видео урок и естественно это касается короткой длины средней длины рассмотрим абсолютно разные варианты я вам покажу наглядно как же сделать те самые объемные укладки ведь очень важно подготовить прикорневую зону непосредственно к такому объему если вы первый раз на моем канале то следует подписаться сразу подписаться девчонки ведь канал идет к миллиону любители красоты как вы так и я поэтому обязательно стоит подписаться ну что с толком с чувством с расстановкой поехали давайте посмотрим какими приемами можно пользоваться для того чтобы поставить волосы в объем и неважно затем укладка будет в прямом состоянии то есть прямая укладка на прямой объем или эту укладку уже уйдет в локоны без разницы каким затем вы будете пользоваться инструментом будь то это утюжок на вытягивание протягивания прядей или в руки возьмете плойку и выполните накрутку в локоны в любом случае нужна основа для объема основа в прическе это самая важная вещь которую мы всегда делаем в предварительной подготовке я всегда об этом говорю и в руках у меня сейчас достаточно сложные волосы потому что конечно во первых тонкая текстура волос во вторых истончение идет от середины длины волос прям тонюсенькие и плотность изменяется в уменьшении по линии роста волос присутствует высокие залысины на теменной зоне очень сильные просветы даже пробор будет виден и поэтому все это как бы не ну не облегчает работу а наоборот затрудняет и даже когда я все это осматривала всю как бы сложность предстоящей мне работы я даже изменилась в лице если вы видите на экране да да потому что конечно волосы для любой укладки важны а если их в меньшем количестве то ну не отчаяемся а поступаем очень просто распределяем свои силы и делаем по определенной технологии которые сейчас буду рассказывать и так классическая укладка получится и тут сразу вы зададитесь вопросов раз эта классическая укладка я буду работать утюжком и в этот момент сразу в голове у вас будет вопрос а можно ли перед утюжком когда я буду вытягивать протягивать пряди использовать гофры вот это вот классический вопрос который все задают это ведь противоречит вообще в целом технологии то есть вы всегда профессиональные мастера рассуждайте очень здраво утюжком гофры прорабатываем прикорневую зону до объем появляется все верно текстура рифленого волоса конечно задается и при этом очень удачно на такие волосы эта техника гофры работает мелкой гофры у меня в руках и тем самым я хорошо делаю нажим именно в первой степени то есть когда я прижимаю очень близко к линии росту волос прям максимально близко особенно на такие волосы затем следующий нажим я уже уменьшаю и затем третий нажим совсем на слабую таким образом получается я распределяю и плавно увожу гофры в прямые волосы но прорабатываю гофры абсолютно все полностью поверхности головы то есть все волосы и на теменной и на височной и затылочной зоне абсолютно все волосы повторюсь почему я это делаю потому что конечно волосы очень тонкие и редкие и это необходимо сделать по всей поверхности если например волосы средней по густоте или есть проблемные участки конкретно касаются на висках на теменной зоне то можно сделать только шляпную зону девочки то есть этого достаточно будет здесь этого недостаточно абсолютно все волосы проработала гофры и следующий вопрос когда вы мне зададите но утюжком же я все это выпрямлю и гофры не останется следа давайте дальше разбираться сейчас все поясню во первых хочу рассказать дальше технологию как все-таки максимально ставить объем на такие волосы расчесала полностью гофры и вы видите такой получается объем одуванчик я бы сказала потому что рифленый эффект волос добавляет вот этот одуван пушистый взбитая прикорневая зона получается хорошо как медвежонок и на ощупь даже девчонки я всегда определяю вот где-то не доработала гофры это прям чувствуется вот этой рифленности не хватает более такой гладкий волос в этом месте и проваливается в объеме я еще добавляю гофры обязательно то есть гофры вы должны прям ощущать на ощупь чтобы вся поверхность головы была проработана и как медвежонок вот прям вот дыбом они там стояли и взбитые были вот правильное на им слово взбитые такие внутри это хорошо тогда вы хорошо проработали тогда у вас будет качественной укладкой она продержится внутри дня точно девочки самое главное гофры мелкая девчонки это первое правило которые простите я вас всех девчонки называю возможно конечно у меня невозможно меня смотрят и мужские мастера но так как больший процент все-таки нас девочек меня смотрит поэтому уж простите всех называю просто девчонками если вы не против то напишите в комментарии что я вас так называю ну потому что вы мне все родные и близкие уже настолько я как бы долго канал еду поэтому это все нормально девчонки и так следующая стадия поставить на объем вы видите уже в руках фен и скелетная расческа можно любой браш взять самое главное в этот момент использовать любой спрей для прикорневого объема это может быть и съез и голд в л и год to be и отличный вариант savage панаш лориаль дает то есть если вы хотите усилить эффект гофре то конечно таком случае используйте спрей для объема можно спрей для объема и использовать все те которые я перечислила и без гофры конечно они также прекрасно работают можно в технике даже начес их использовать замечательно затем просушивать на фен и это также все ставит на хорошо волосы на объем возможно возникнет у вас вопрос а спрей для объема он не выпрямит ли гофры нет девочки он очень такой знаете быстро сохнущий как бы а стайлинг который абсолютно не выпрямляет сильно влажные волосы он никогда вам не сделает он наоборот еще больше пас подсушивает делает более жесткими волосы и наоборот хорошо такими стоячими на объем а если вы работаете непосредственно с такой тонкой текстурой волос который совершенно не держит объем и нужно их поставить поэтому это как раз то вот технология которая отработана и поверьте она мне работает очень классно то есть проверено на практике многократно итак следующий вариант когда я беру уже и протягиваю пряди и ставлю эту укладку на вытянутую форму и на объем при помощи утюжка протягивание техника протягивания про нее я очень часто говорю и здесь следующий вопрос у вас возникает светлана резонансно потому что а вы берете и протягивать утюжком и работаете по гофре тогда смысл гофре делать если потом вы его вытягиваете а теперь давайте внимательно поговорим на этот счет потому что во первых работа с утюжком это настолько знаете я считаю интересный инструмент в руках который нужно рассматривать все таки и с разных позиций во первых когда мы протягиваем утюжком мы делаем захват пряди и нажим правильно то есть логически я вам объясняю весь прием работы с утюжком вы зажимаете прядь вы можете сильно зажать прядь между пластинами а можно слегка зажать когда вы слегка зажимаете прядь между пластинами то что происходит соответственно вы волосы не так хорошо протягиваете и вытягиваете правильно правильно поэтому когда вы зажимаете в прикорневой зоне каждую прядочку то соответственно первое ваше движение очень легкая а затем уже более сильный нажим делаете и затем уже вытягиваете конкретно на объем и на за счет нажима минимального в прикорневой зоне у вас получается что гофре не протягивается гофре не вытягивается а вдобавок вы же можете утюжком сделать захват не очень близко к прикорневой зоне то есть оставить ее в покое и оставить там гофре так как вы его и проделали не просто так а для объема поэтому очень важно утюжком отступить буквально сантиметр от прикорневой зоны сделать первый нажим слегка то есть не сильно зажимая а затем уже вытягивать и делать форму на объем это тоже важно в технике протягивания утюжком поэтому отвечая на ваш вопрос можно ли работать после гофре утюжком и смысл есть ли совмещать два инструмента на четкое выпрямление утюжок и гофре все-таки на объем и на форму в прикорневой зоне да конечно можно эти два инструмента в прекрасно совмещаются в укладках и вы видите наглядно как это делаю я в данной работе после такой проработки конечно вам очень просто достигать любую форму и эта форма самое главное будет стоять в объеме замечательно девочки то есть замечательно она держит свою форму в течение дня а то и больше у меня прям по три дня с такими укладками ходят без проблем и на самом деле это классическая укладка когда говорят ой ну это уже не модно это даже девочки не обсуждается модно не модно вот это я не люблю потому что во первых если мы рассматриваем профессионального мастера который работает с модными не модными абсолютно разными запросами и ваша задача уметь сделать разную форму вот это как бы разговор профессионального мастера поэтому сейчас модно через месяц уже не модно потом опять мода и мода мы знаем все такая история плавучая поэтому самое главное профессиональное мастерство и клиент показывает вам на фотографию хочу а вы что говорите могу вот это профессиональный ответ любого мастера поэтому в данном случае я вам показала как сделать укладку и именно проработка в самом начале в начальной стадии вот эта проработка очень важна чтобы достичь абсолютно любой классической формы в любых укладках опять же нужно понимать что к нашей работе мы относимся к каждому нашему клиенту вернее индивидуально конечно и каждая девочка в наших руках заслуживает того что мы внимательно смотрим и анализируем ситуацию вот можно всегда каким образом поступить то есть можно выполнить только гофре и на его базе сделать укладку да это достаточно есть сложные волосы когда нужно гофре и спрей для объема добавлять а еще потом начес и еще манипуляции которые ставят на объем да есть разные формы которые достигаются разными технологиями постановки в объеме а можно только взять спрей для объема и на его базе сделать прикорневой объем который также будет держать форму но только на определенный тип волос вот это я пытаюсь вам донести что каждые волосы всегда индивидуальные в постановке в объеме и здесь вы наблюдаете очень хороший способ когда я использую начес и запаиваю начес утюжком дам это классный способ когда вы также делаете такой знаете конечной финишную точку в объеме когда объем уже никуда не денется если предварительно вы сделали здесь вот по максимуму что сделала гофре сделала сделала спрей для объема и сейчас добавляю начес и запаиваю его при помощи утюжка прорабатываю а затем ставлю на объем девочки получается что такая вот турбо сильная постановка в объеме который также никуда не денется то есть разные способы на разные типы волос и абсолютно разный подход и разный результат конечной формы естественно здесь супер объемной укладкой супер поставленная укладка которая абсолютно но я не знаю даже неделю продержится она никуда не денется и это важно а вы спросите а зачем такие укладки которые девочки не зачем а затем что когда клиенты просят а у вас объем падает он не держится и вы меня все время спрашиваете ну почему ну почему укладка не держит форма я вам объясняю что нужно подходить к таким укладкам фундаментально запросы разные есть просто на проборчик пряменько и без объема а есть когда хотят все-таки форму девочки и форму эту на сложные волосы нужно уметь поставить здесь я вам показала что в данную историю я еще добавила прикорневой начес который запаял утюжком и также слушает он прекрасной основой для таких укладок следующий вопрос который у вас конечно же возникнет потому что вы скажете ну светлана ну это все хорошо но это на среднюю длину вы так работаете в объем ставите укладки а как же если короткие волосы что делать на короткую длину волос я вам отвечу что гофре я использую и утюжок также на протягивание я использую и на короткую длину прекрасно также работает история самое главное да кстати самое главное когда у вас стоит на начальной стадии вы покупаете первые свое гофре и еще не определились точно как бы с инструментом то я всегда рекомендую первое универсальное гофре это узкие пластины потому что это все-таки рабочий инструмент и на короткие на средние на длинные волосы когда мы имеем широкие пластины то это работает только на длинные волосы и на среднюю длину на короткие вы не возьмете среднюю как бы широкие пластины в работу и очень важно мелкая гофре мелкая гофре дает вам результат абсолютно на разный тип волос если говорить о крупном гофре я им также работаю я об этом очень часто в своих семинарах говорю есть те укладки где необходимо крупные гофры здесь я все-таки уклон делаю в мелкой гофре и это самый универсальный инструмент который будет у вас в руках вот такие узкие пластины и мелкой гофре на короткую длину вы видите я беру прозрачно тонкие прядки и здесь также текстура волос очень тонкая их много но они тончайшие у моей модели поэтому соответственно прорабатывают тонкими прядками максимально вот в хорошей такой качественной истории потому что я хочу также сделать объем в данной укладке если говорить ставила я здесь волосы в данной модели у светланы на спрей для объема нет здесь только выполнила гофре но предварительно волосы конечно проработала то есть были спреи для фиксации которые позволяют мне добиться именно жесткости волосах вот это важный пункт который я хочу проговорить то есть здесь я не то что делаю конкретно укладку только на чисто вымытые сухие волосы нет обязательно предварительно проработала волосы спреями для фиксации непосредственно которые задают жесткость волосам и которые помогают мне в работе постановки каждого ряда каждой пряди вот это важный пункт который хочу отметить поэтому просто на сухую на чисто вымытые волосы когда вы работаете утюжком как правило волосы просто заваливаются они просто как сопля свисают и все то есть и вы не можете сделать форму а здесь вы видите сделана форма проработана рядами прям непосредственно на объем и здесь я хочу показательно уклон сделать в том что даже на такую длину обязательно поставила волосы на гофре и работаю утюжком то есть гофре и утюжок на протягивание совместимые инструменты абсолютно сто процентов девчонки то есть это важный тот пункт который я опять хочу еще раз вам наглядно доказать очень часто вопрос возникает гофре сделаю а потом вытяну утюжком и зачем я тогда делала гофре это вот прям ну я не знаю 99 процентов у меня этот вопрос задают девочки есть резон делать потому что сделайте чуть-чуть меньше нажим в прикорневой зоне отступите во первых чуть-чуть от прикорневой зоне когда делаете захват утюжком и меньше нажим и будет вам счастье вы сохраните и объем прикорневой и в тот же момент сделайте любую подкрутку накрутку протягивание утюжком то есть любой элемент из данной пряди ну и конечно очень частый вопрос мне задают а почему же утюжок утюжок на короткую длину почему ваш любимый инструмент светлана потому что объясняю утюжком очень интересные можно достигать формы во-первых текстуру и волосы абсолютно сто процентов получаются вам покорные потому что когда вы работаете утюжком утюжком можно заворачивать в любую сторону и в любую сторону вас идеально лежат волосы девочки феном не всегда это можно сделать фен все равно ограничен и мастерство феном например как бы кто не может работать феном не получается ставить на объемы я всегда рекомендую берите утюжок тогда вам утюжок в помощь будет сто процентов вы любую форму можете любую волну любую текстуру любую интересную интересную просто необыкновенно форму вы можете ставить на утюжок это легко и просто происходит поэтому я всегда об этом рассказываю своих подробных семинарах девочки здесь я уклон в это не делаю потому что здесь конкретно у меня задача а был запрос как сделать прикорневой объем так чтобы непосредственно сделать из тонких из любых абсолютно волос на самом деле объемную классную укладку и можно ли гофре использовать совместите с утюжком и с плойкой и я в этом видео конкретно вам наглядно показываю на разных примерах что это можно совмещать и прекрасный результат вы достигаете при этом так скажем тендеме утюжок гофре и утюжок для выпрямления волос хотя есть мастера которые только говорят что нет утюжок гофре не совместим с просто выпрямляющим утюжком девочки совместим прекрасно совместим но и также совместима плойка и безусловно плойка этот самый универсальный инструмент под основу для любой укладки когда мы делаем например локоны хорошо делать гофре да это те самые инструменты которые всегда совместимы то есть утюжок гофре я сейчас взяла в руки прорабатываю прикорневую зону и потом буду делать легкие воздушные текстурные локоны которые будут просто мега воздушные за счет того что конечно очень хорошо проработана прикорневая зона и если вам клиенты не говорят ограничений то есть они говорят делай как ты посчитаешь нужным самое главное я хочу объемненько воздушненько и локоны понимаете тогда берем в руки гофре и сто процентов эта техника вам будет в помощь здесь конечно еще помимо гофре а предварительная проработка волос конечно фиксация все я это выполнила для того чтобы волос у меня были послушные в руках классные в работе но и важна техника накрутки вот на медленным буквально я вам демонстрирую что очень важен также если вы хотите интересную укладку воздушную укладку сделать в прикорневой зоне перекрут перекрут плойкой дает как раз тот самый также прикорневой объем то есть гофре плюс вот этот перекрут в прикорневой зоне задаст вам усиленное такое знаете действие и воздушное состояние любой укладки поэтому на заметку девочки обязательно берем еще раз хочу повторить что в данном видео я отвечаю на ваши вопросы вы в комментариях мне пишите вопросы я на них всегда отвечаю и конечно в форме видео видео обучающие урока который сейчас вот вы наблюдаете и смотрите и хочу сказать что если вам непонятно девчонки но если я вам недостаточно доказала в данном видео что действительно гофре прекрасно вам помогает и делает фундаментальную более объемную воздушную более стойкую укладку то и гофре прекрасно совместима как с утюжком так и с плойкой недостаточно так скажем я доказала и у вас возникли вопросы на этот счет у меня конечно есть многочасовые семинары девчонки вся информация под видео семинары разные на разные укладки на разные темы и все те которые укладки вы сейчас наблюдали абсолютно они есть в семинарах только там семинар 5 6 7 8 часов есть разные семинары где я рассказываю подробно и представляю вам там разные модели объединяю их в один стиль и показываю что можно и на такие волосы сделать данную укладку и на другие и на разные типы волос и выполняю работы поэтому проходите по ссылке приобретайте семинары это очень полезное интересное видео которое поможет вам конечно в работе в свою очередь перехожу к своей следующей модели и отвечаю на заключительный вопрос светлана зачем такие объемы зачем такие укладки кто их сейчас носит самое главное что если вы профессиональный мастер то такой вопрос никогда не зададите если вы обычный человек который просто в жизни для себя делает укладку то конечно же да потому что вы не совсем в понимании что из этого можно сделать так вот следующей модели сделала я также проработку на гофре то есть тщательно проработала волосы в предварительной подготовке протягиваю волосы также затем утюжком и сделаю мега сильный объем текстурный объем на прямые волосы в моих руках сейчас модель елена собственно она написала мир менеджеру моему марии и сказала что можно попасть ли ко мне на съемку на преображение конечно же можно девочки обязательно если вы хотите попасть съемки проходит московской области в королеве соответственно если вы хотите попасть ко мне на съемку на преображение на съемку только очень важный момент на съемке для моего контента именно для обучающих видео уроков тогда добро пожаловать конечно пишите менеджеру марии она вам подробности все с удовольствием расскажет пишите непосредственно в whatsapp или telegram то есть лучше всего написать сто процентов вы получите ответ от нее в данном случае на данной укладке я хотела сказать одно что я делаю очень сильный объем и вы видите что я также добавляю прикорневой начес запаиваю его протягиваю утюжком то есть получается очень сильная такая знаете супер с объемом укладка эта основа вот самый главный пункт который вы должны уяснить что любую укладку нужно сделать так чтобы была хорошая основа внутри тогда любая форма вам подвластна поэтому когда сейчас я выполню данную укладку и вытяну из этой укладки максимально объем а затем я ее трансформирую и объем постепенно буду убирать и вам показывать что его можно моделировать очень важный пункт когда вы делаете укладки сильным объемом я всегда говорю лучше сделайте много но потом подожмите уберите это все реально а когда вы поджимаете укладку то есть уменьшаете в объеме но внутри вот этот есть прикорневой объем который вы предварительно пошагово сделали то у вас укладка в любом случае долго продержится будь она очень воздушная рыхлая или например поджатая в любом случае это долгосрочная укладка которая выдержит любое мероприятие ну и как же я обойдусь без вашего мнения никак поэтому внимательно смотрим объемный вариант на елене хорошо или нет запоминаем так скажем и сейчас я очень просто и дает легко и просто подожму укладку и уменьшу объем в разы прям и насколько хорошо будет вариант все-таки с более поджатой укладкой то есть та же самая текстура только поджатый вариант в объеме хорошо или нет вот сейчас до такой более объемный вариант воздушный когда укладка вы видите прям достаточно динамичная и второй вариант когда та же самая форма только в уменьшенном объеме все то есть основу укладки остается прежней только я уменьшила поджала объем а между этим объемом и тем есть еще конечно же градации в объеме то есть вы могли чуть-чуть поджать а поджать одинаково симметрично с двух сторон либо с одной стороны больше с другой меньше асимметрию большую задать я думаю вы мою мысль уловили что много разных вариантов есть когда есть основа основа в первую очередь добавляет вам больше возможностей для того чтобы создавать абсолютно любую форму и у вас в руках самое главное инструмент утюжок гофре и инструмент утюжок при помощи этих инструментов я вам продемонстрировала что можно делать и при помощи конечно определенной технологии поэтапно делать создавать абсолютно любую форму самое главное в этом видео уроке я вам ответила и доказала что можно конечно же можно использовать гофре а затем уже брать в руки утюжок и протягивать и вытягивать волосы но при этом не теряя эффект гофры конечно можно однозначно и плойку брать в руки и крутить локоны это классный способ подготовки волос а если вас интересует вопрос как же я подробно подготавливаю волосы какие продукты стайлинга пошагово использую в моменте подготовки в моменте укладки пошагово все об этом конечно у меня есть замечательные объемные многочасовые семинары поэтому ссылка внизу в описании находится если есть вопросы лучше всего спросить у менеджера марии также ее контакты вы найдете внизу в описании а если вы не подписаны на мой канал то я думаю следует это сделать потому что канал идет к миллиону таких же любителей красоты как и вы так и я с любовью для вас как всегда была художник гример динякина светлана ловите от меня крепкого здоровья удачи и всего самого-самого девочки до замечательного до свидания до новых встреч